Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задание 994. Найдите значение выражения. Выражение первое. Для того, чтобы вычесть значение этого выражения, вначале нам нужно выполнить все операции деления, их 4, потом выполнить вычитание, вычитание и сложение. Начнем. 84 разделим на 0,35. Поскольку мы делим на десятичную дробь, то мы воспользуемся алгоритмом деления десятичных дробей. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно перенести запятую в делители настолько цифра вправо, чтобы он превратился в натуральное число. На две цифры нужно перенести. На две цифры мы должны перенести запятую и в делимом. В делимом запятая стоит после четверки. Цифра после четверки нет, значит, мы просто дописываем 2,0. И вот теперь мы перенесли запятую. Значит, нам нужно разделить 8400 на 35. 84 на 35. Берем по 2. Так, 5 на 2, 10, 1 в уме, 6 и 1, 7, 84 минус 70, 4, 1. Сносим следующую цифру, это 0. Берем по 4. 4 на 5, 22, 2 в уме, 3 на 4, 12 и 2, 14. Получили 0. Но у нас есть еще один 0, значимый 0. Поэтому мы его переносим в частное. И у нас получилось в частное 240. Следующее деление. 4,64 нужно разделить на 5,8. Запятую перенесли на одну цифру, в делимом на одну цифру. Теперь нам нужно разделить 46,4 на 58. Делимое меньше делителя, поэтому мы в частном пишем 0, ставим запятую. И теперь делим, уже не обращая внимания на запятые. Возьмем по 8, 8, 8, 64, 6 в уме, 5 на 8, 40 и 6, 46. Получили 0, все цифры закончены. И мы получили в остатке 0, деление закончено. Частное равно 0,8. Теперь делим 60 на 48. Берем по одному. 68, 60 минус 48. Получаем 2, 1. Остаток. Тогда мы делаем так. Мы дописываем незначимый 0. После запятой мы пишем 0,10. И вот этот 0 мы сносим. 120 на 48. Возьмем так. Теперь этот 0 уже после запятой. Значит, мы должны в частном запятую поставить. Берем по 2. 2 на 8, 16. 1 в уме, 4 на 2. 8 и 1, 9. Вычитаем. Так, 10 минус 6, 4. 11 минус 9, 2. Так, ну еще мы дописываем 1, 0. Уже мы не будем его писать в делимом. Но еще дописываем 0. Так, 240 на 48. Ну, возьмем по 5. 5 на 8, 40. 4 на 5, 20 и 4, 240. 240 минус 240, 0. Вот теперь деление окончено. Частное 1,25. Следующее деление. 2,9 нужно разделить на 0,58. Перенесли запятую. Перенесли запятую на две цифры в делимом. Так, 2,90 на 58 нужно делить. 29 на 58 нельзя разделить. Значит, 2,90 будем делить. Ну, возьмем по 5. 5 на 8, 40. 0 пишем 4 в уме. 5 и 5, 25 и 4. 29. 290 минус 290, 0. Частное равно 5. Теперь вычитание. Значит, из 240 нам нужно вычесть. Результат второго деления 0,8. Так, уравняем по количеству знаков после запятой. Так, из 10 вычитаем 8. Получаем 2. Здесь 9. 9 минус 0. 9. Четверку мы уже одну единицу здесь разменяли. Значит, тройка. Двойку просто сносим. Запятую под запятыми ставим. Так, следующее вычитание. 239,2 нужно вычесть. Результат деления 60 на 48. Минус 1,25. Так, уравняем по количеству цифр. 10 минус 5, 5. Здесь мы единичку взяли. Значит, здесь единичка. Берем единичку здесь. 11 минус 2, 9. Вместо 9,8. 8 минус 1, 7. 3 просто сносим. 2 сносим. Запятую под запятыми. Так, и последняя операция. Сложение. 237,95. К этому нужно прибавить. Прибавить просто 5. Так. Ну, можем уравнять по количеству цифр. 5, 9, 12, 4, 2. Запятую сносим. И вот наш результат. 242,95. Второе. В этом выражении содержатся скобки. Значит, мы вначале вычисляем выражение в скобках. Значение выражения в скобках. В скобках у нас деление, потом вычитание. Значит, мы начинаем с деления. 2,592,00 нужно разделить на 0,007,00. Переносим запятую на 3 цифры. На 3 цифры переносим запятую в делимом. Теперь делим. 20 на 72. Не можем поделить. 205 на 72. По 3. По 3 будет много. По 2 возьмем. Так, 205. 2 на 2, 4. 2 на 7, 14. 144. Вычитаем. Получаем единичка. И здесь получаем 6. Сносим следующую цифру. Сносим девятку. 619. Ну, возьмем по 8. 8 на 2, 16. 1 в уме. 7 на 86. И 1, 57. 9 минус 6, 3. 11 минус 7, 4. 5 минус 5. Так. Сносим следующую цифру. Следующая цифра. Двойка. Но она после запятой в делимом. Значит, мы в частном пишем запятую. И продолжаем деление. Возьмем по 6. 6 на 2, 12. 1 в уме. 7 на 6, 42. И 1, 43. Получили в остатке 0. Все цифры закончены. Частная. 28,6. Теперь мы должны из 28,6 вычесть 19,63. Уравняем по количеству цифр после запятой. Итак, 10 минус 3, 7. Здесь у нас пятерка. 15 минус 6, 9. Вместо восьмерки уже семерка. Мы единицу тут забрали. Значит, 7. 17 минус 9, 8. 1 минус 1, 0. Запятая под запятыми. Ну, последнее действие. Из 40 нужно вычесть 8,97. Уравняем по количеству цифр после запятой. И вычитаем. Берем здесь единицу, размениваем ее. 10 минус 7, 3. 9 минус 9, 0. 9 минус 8, 1. Вместо четверки тройка. Запятую ставим. Записываем ответ. 31,03. Третье. Так, здесь мы начнем вычисление с сложения, которое в скобках. 0,394. Нужно к этому добавить 0,7688, 0,001. Так, уравниваем по количеству цифр. Складываем. 0 плюс 8. 1,12 и 1,16 и 1,11 запятую поставили. Теперь нам нужно 1,1628 разделить на 0,57. Можно, конечно, это деление было выполнять вторым. Но, в принципе, ничего нам не помешает. Все это будет правильно. Запятую перенесли на две цифры в делимом. Перенесли запятую. Делим. 116 на 57 берем по 2. 2 на 7, 14, 1 в уме. 5 на 2, 10 и 1, 114. Вычитаем 2. Сносим следующую цифру. Но следующая цифра после запятой в делимом. Значит, ставим запятую в частном. 22 на 57 разделить не можем. 22 меньше, чем 57. Значит, пишем 0. Сносим следующую цифру. Так, ну и возьмем по 4. 4х7, 28. 2 в уме, 4 на 5, 22, 228. Вычитаем. Получаем 0. Деление окончено. Результат 2,04. Теперь выполняем самое первое деление. 7,67 делим на 0,65. Запятую перенесли. Делители в делимом. И начинаем делить. 76 на 65 делим. Это единичка. Значит, 65. Вычитаем. Единичка, единичка. 11 получилось. Сносим следующую цифру. 17. Так. Теперь дальше. Что надо взять? Тоже по одному получается. 1 на 5, 1 на 6. Вычитаем. Получаем 2. И получаем 5. Деление на этом у нас не заканчивается, потому что остаток. Но мы записываем вот здесь в нолик. И сносим этот нолик. Но этот нолик уже стоит после запятой, поэтому мы в частном ставим запятую. Теперь делим 520 на 65. И возьмем по 8. 5 и 8, 40. 0 пишем 4 в уме. 6 и 8, 48 и 4, 52. Все. Теперь деление закончено. Час на 11,8. Ну и теперь нам осталось выполнить вычитание. Из 11,8 мы должны вычесть результат второго деления. Это 2,04. Так. 10 минус 4, 6. Здесь мы единичку взяли. 7 минус 0, 7. 11 минус 2, 9. И нам остается только записать результат. 9,76. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.